Теми, кто выиграет. Ну а на этом, друзья, слово нашим коллегам для, собственно, самого действия для игры номер 5. Очень любопытно, действительно, АТР смог Бульбазавру забейтить. Я, несмотря на то, что тоже вижу слабости гамбитов, но я не считаю, что эти слабости кто-либо в СНГ сейчас готов прям быстро абьюзить более чем там один, максимум два раза за сезон. Однако вы и Виктис за вчера не показали себя как команда в матче против М19, которая готова так легко это сделать. И самое обидное то, что именно ошибка была, по моему мнению, в драфте. Если дать намного агрессивнее пик, то как раз-таки они могут гамбитов переграть. Нельзя брать тот же самый драфт. Неважно, вы будете там брать Камилу на топ или Фиоры, или вы будете брать Виктора, или Арианну, или там того же АДшника, будете брать Эш против того же Варуса. Причем, если мы вспомним Гранд Финал, когда играли против Virtus.pro и Виктис, они Варуса отбанивали, чтобы взять Эш, потому что на Эш против Варуса они проигрывали две игры сразу. Поэтому здесь очень много будет зависеть от драфтов, и если Ваевиктис успешно для себя драфт сделает, они могут гамбитов переиграть. Причем, на самом деле, не так сложно, то есть кажется, что сложно, вы просто возьмите тех чемпионов, на которых вы уже побеждали. Но, на самом деле, команды тоже все-таки делают свои драфты, исходя из все-таки ожиданий. Тренировок, скримов, это все нарабатывается. И, в принципе, с MadNaps'ом я согласен, в плане того, что команда должна быть вариативна, она должна уметь играть разными стилями. Но эти разные стили можно тестить. Но, опять-таки, Ваевиктис просто не та команда, которая на самом деле должна это делать. Ваевиктис могут... Если такое делать, против команд, ну, менее слабее, не против М19, не против гамбитов, а вот там, допустим, против Джаз можно попробовать что-нибудь сделать, либо против Рокста, когда еще они на первой неделе. Но пока лучше зарабатывать очки, заработать очки, чтобы пройти в плей-ф, а потом можно уже все что угодно тестить. Либо в скримах наигрывать те сетапы, скейлишься, пока ты прям не будешь в них на 100% уверен. Зачем Ваевиктис и Манин Галлиу, интересно, я не очень понимаю. Думали, что сейчас гамбиты, что может Солесия феррспикнуть Кеннона, думает над Камилой. Не-не-не, это просто пока показывает, феррспикать Камилу сейчас точно нельзя, ее нужно... Надо брать либо Кейтлин, либо какого-то лесника, да, Кейтлин наберется. Ант Холли прекрасно на Кейтлин отыгрывал пока. Камила, все-таки, даже вчерашняя Дарк Солесия меня не впечатлила вообще, тем более матча был. Я, честно говоря, прекрасно в отношении отыгрыша Ант Холли все-таки не готов говорить, потому что даже в той игре, где он сделал пентакил... Но, против, если убрать игру на эш, то играл он хорошо. Ну, на шае. На шае, ну, там, да, там проблема механики небольшая была. Да много, на самом деле, проблем пока что в отыгрыше, просто пентакил классный, команда сильная у Ант Холли. И он, скажем так, пока что, я бы не сказал, что он тот движущий фактор, который все-таки команду выводит сильно вперед, но и ни в коем случае ей не мешает. Поэтому это тоже немало, и как раз Кейтен это тот пик, на котором стрелки могут очень много чего делать сами. Ну, для меня топ-1 сейчас это Сибой, потом топ-2 в команде Вайвикс это Эко, и только потом Грисон, потому что Эко прекрасно себя показывает. Солесия пока что не показывает какой-то выдающийся... Да, Солесия этот сезон начинает, он играет именно стилем как Смурф, он просто фармит и только с телепортов, или там уже когда совсем команда сильно выигрывает, он приходит в драки, зачастую он просто линию стоит и выфармливает. Тоже мы можем, да, говорить, но если задача ставится перед командой, главное, чтобы задачи были выполнены, и самые сильные команды мира это те команды, в которых, ну, все-таки, все правильно и четко, каждый игрок знает, где он должен быть, не должен тянуть на себя одеяло каждого из игроков. Когда вы берете Свейна, то фармить просто АФК это нормально, но когда вы берете Камилу, фармить АФК тоже прекрасно, но не когда вы стоите против Фрамбла, которого Камила может переигрывать, или даже хотя бы попытаться. Если мы вспомним Дарк Солеси в прошлом сезоне, когда он против того же Нон Холин на Фиоре играл, он Фиору стомпил и прям очень жестко звонил, и по крипам там выходил вперед, поэтому... Опаньки! Будет ли это Фиора от Стажора? Фиора от Стажора! Наконец-то мы увидим от него такой кэрри... Причем очень ранее в блайнд Фиора идет, так они, конечно, сейчас могут... Не в блайнд, потому что очень много топперов в бане, и сейчас еще два подъедут, поэтому... Кого? Ну, Контрид Фиору сейчас, по сути, ну, нечем. Ну, если захотят, могут. Рениктон вроде у Солеси не такой уж опасный. Ну, Рениктон Солеси вообще пока не было от него, и в Солхон в нем тоже не особо играет, поэтому... Может быть, Свойна вообще забанить? Не очень приятно. А Свойн, Свойн, кстати, не Контрид Фиор вообще не мешается. Не Контрид Фиор, он просто не очень приятно, я не знаю, насколько стажер сам захочет. Ну там до вампирика, до первого бэка, по сути. 900 рублей, купил лай-стил, и все, и Свойн тебе уже вообще не опасен. Ого, играют по бластингу, Эшвару сейчас блоки пойдут. Ну, Эшвару вообще не стоило, наверное, бластинга. Ага, Свойн в блок, пошел. Но, понимаешь, тут просто такой момент, что Свойн неприятный. Например, все остальные матчапы сейчас, они для Фиору очень изученные. Свойн на топе, это пик редкий. Да, Эшвару против бластинга. Причем Даркс Олеси в Солуку очень много на Свойне играет, причем сейчас мета такая, явно не для Свойна, и ты его в других регионах вообще не увидишь, только максимум там в Европе Бетси может на мид взять. Джин. Давненько мы не видели Джина в нашей лиге, в других он появляется и, в принципе, неплохо заходит. Я пытаюсь вспомнить вообще игру бластинга на Джине. Еще, возможно, в Джастер. В начале сезона в Виртуз Пром, может быть, по-моему, его почти всегда давали либо Эш, либо Варуса. Либо МФ-ку. А, МФ-ка еще была. А на МСА он по большей части на Израиле вообще отыграл. В игре-то, правда, они сыграли не очень много. Интересно посмотреть, какой он билд выглядит вообще. О, Кали! Это интересный пик, и в Корее он тоже был. Да, против Фиоры, кстати, Акали очень серьезно работает. Прямо очень сильно. Там есть в ранней стадии Даймонд Прокс не заганка. Это Даймонд Прокс очень жесткая. Если Даймонд Прокс на топ не заганка, то чем он будет заниматься вообще на карте? Вот сейчас посмотрим как раз противостояние Сибой против Даймонд Прокса. Как раз-таки Димашке проиграл это противостояние очень сильно. Ой, Виктис, какой ужасный мидгейм в этом драфте. Это просто кошмар. Кстати, я так спрашивал у Матнепса, почему именно Виктор зашел. Он сказал, нужен вейвклер, здесь его по сути нет, а есть только Кейтлин. Ну как сказать, Кейтлин это уже неплохо на самом деле для вейвклера. Да, но Кейтлин не всегда с командой стоит, поэтому Виктор неплох. И кстати, я вот Виктора хоть и не люблю, как чемпиона вообще, но я вчера на нем прекрасно отыграл. Механика у него была тоже шикарная, и вообще все спелки он давал как надо. Поэтому Талия для Киры, где Виктора берется. И мне кажется, что Талия взята не просто так, кстати. Это для Киры новый пик, не новый пик, по-моему, очень новый пик. Еще один. То есть получается Кира сыграл Химер, Дингер, Азир, Ари, Карма, Талия, Зикс. На Зикс он играл. А нет, Карма нет, Кармы не было. Карма была, была, да. Карма, Талия, Зикс. Шесть чемпионов за шесть игр в этом сплите у Киры. Бластинг, еще один новый пик. Стажеры, еще один новый пик. А Эдвард с Дэймон Фроксом не против. Это саппорт, лес, они всегда должны. То есть в драфте всегда должна быть основа, фундамент, который четкий, такой стабильный. Берешь чуть-чуть стабильности, и потом чуть-чуть нестабильности. Щепоточку, щепоточку просто. Знаешь, повар такой готовит. Это все. Расскажи, пожалуйста, про Акали, Дмитрий. Пик крайне редкий. Я уверен, многие наши зрители с Акали встречались, если, то когда-то, может быть, либо очень давно, либо очень редко. Акали это либо чемпион, который 0-10, либо который 1х5 убивает всех. Как она работает? Зачем она берется на топ и что она должна делать? Ну, самое главное, на топы не за чем брать, по сути. Такой очень жесткий ассасин, которым потом и на сплитпуше будет очень силен. Она и вышки очень быстро с помощью своей пассивки забирает. И на роумах, и на телепортах агрессивных она хорошо работает. Против Фиоры она самое главное, что хорошо работает. И после 6-го левела, если, естественно, Демо Прокс не выведет вперед стажера, то она будет очень легко работать, и 1х1 будет его просто убивать. Поэтому здесь нужно фокус на топ очень серьезно сделать именно сибою, чтобы Фиору не застампили. И Фиора была уже в Корее как раз-таки, ее там брали против Кледы. А там она сработала просто шикарно, как и Мордокайзер в принципе. Но, как мы видели, Мордокайзер у Веги уже не сработал. Сработает ли у Акали у Вейвиктисов? О мой бог. Мне кажется, энное количество фанатов в Вейвиктис отправилось только что. Нужен мемас. Срочно. Чемпион СНГ по мемам отправляется в ущелье в призыватели вместе с командами. Вейвиктис Еспортс и Гамбит. Это матч за первое место по итогам двух недель, друзья. Начинаем матч. И давайте немного поддержим команды, которые будут у нас играть. А вот и наш зал. Отличный. Пятая игра. Почти полный зал. Все остались посмотреть, что же будет у нас происходить в этом противостоянии. У Вейвиктисов, безусловно, за последние два сплита выросло огромное количество фанатов. Уже на этой команде, на новой. Не то, что раньше, когда у них топпер был вообще прям, честно говоря, такой в дырках вратарь, скажем так. Просто его не было практически. Габиты только что хотели инвейд повторить в Веге. И попробовать ферзблаз забрать на Сибой. Но в этот раз Сибой не подставился очень сильно. Интересно будет посмотреть, бластинг какой билд будет собирать. Потому что там билды прям абсолютно разные все игроки собирают. Некоторые там сразу идут в Е-статик. Некоторые собирают также Йому, потом снова собирают Е. Некоторые похитители сущности. И там уже какая-нибудь пушка опять. И вот будет интересно, какой билд бластинг выберет. И Дарк Солеси тоже. Какой билд будет собирать. А я люблю фуллап и Акали. Прям вот никакого дефа, никаких сэндфайр. Пистолет? Штык, точнее. С Жоней вместе. Штык, Рила и Жоня. И вот такая Акали прям... Рила именно третьим предметом, Жоня вторым. И прям Акали Гадмод такая уже в драке может приходить вообще спокойно. Есть ли моменты в игре, когда Акали Фиору один на один убивает? Если так, на шестом. Спокойно может. Она даже в ранней стадии может... А вот в позднем, то есть Фиору? В позднем там тоже Акали ваншот это тоже. Она, во-первых, может Виталу очень сильно доджить за счет своей лужи. А в лужи сейчас не просвечивается вообще ничем. Это тайм-контроля не работает. Поэтому сейчас вот как раз лужи Акали это очень жесткий, брокен, набилка. Главное правильно ее нажимать. Просто тот же Эниггматрикс, который был вантриком, он ее проживал зачастую неправильно. Его дайвили очень легко. Ну Энигматрикс это знаменитый абсолютный игрок. Это вантрик пони Акали, который играл в первых сезонах еще Старладера. И постоянно Челленджер играл на ней. Да, брал Челленджер, играл вместе в команде с Драбовиком. Ух, как ногу Бластин сейчас урана по Грисону выдал. Ошибочки Грисон допускает. Ну посмотрим. Стажер вообще на Фиоре, так скажем, это интересный игрок на интересном пике. Потому что он очень любил Фиору всегда. Вот с момента, как ее переделали. Вообще Стажер очень любит пики, на которых можно, скажем так, показать механику. На которой можно вообще играть. И агрессивно именно разыгрывать. Я давно уже ждал такого пика от Стажера, чтобы посмотреть, какой механика он обладает. У Кенана, кстати, у него прекрасная механика. Да, абсолютно. Там под шажки такие, все он умеет делать. Он умеет все это делать. Там, правда, с такой помощью Даймонда очень сложно оценить, где заканчивается отыгрыш Стажера. И где начинается клад Даймонд Прокса. Но в любом случае, Топпер и Лесник, если вместе играют лучше, чем вражеский Топпер и Лесник. А другая часть команды Гамбит не страдает. Кстати, закидывает просто метками своими с Олеси. Стажер может добивать только своей кушкой. Иначе подойдет в мили. И там уже автоатака зайдет очень сильная. И здесь сейчас... Сейчас уже закончится, кстати. И Витал удачный был. Кира подбрасывает Эку. Кира здорово очень играет. Ой, Кене. Есть телепорт. Кстати, это Виктор с телепортом. Давненько я Виктора с телепортом не видел. Грисен появляется на миде. Идет сейчас... О, со скачка играет Грисен. Кира перефлэшил тоже. На развороте пытается сыграть. Кира на реакции здесь сыграл. Шикарно. Грисен прям в мили флэшнулся, чтобы... Он флэшнулся в мили, чтобы дать, по-моему, под таким углом, чтобы даже в скачок Киры... Парированием своим он вернул автоатаку. Не дало сбить метку. И вот так вот агрессивно Даркс Олеси на топе играет. Запушивает свою линию. Ничего не боится. Этот вард, который стоит... А Моргана-то на базе. Даймон Прок сейчас заходит на вражеских крагов. Кира возвращается на базу. Так вот, Виктор с телепортом не игрался очень давно. Это во времен 4-го, 5-го. Естественно, как только вот Виктора переделали обратно. Как много урона в этой Акалии. Она просто с одной тычки там 20% сняла под маркой. И как раз Даймонд Прокс должен сейчас выдвигаться на топ и там... Значит, будет очень обидно, если Даймонд Прокс кемпил стажеров во всех играх. А здесь как раз Акалии... Кроме той игры, где будет Акалии. Да-да-да, это было бы очень странно. Одним из очень жестких преимуществ Рик Сай со всякими магами на миде является то, что ей тени баф не нужен совершенно. Я бы ни сего не отдал. Экспа все-таки очень важна для Лесников и Ранистана. Да, просто шестой уровень Рик Сай, это не тот уровень, ради которого ты готов... Ну да, а Виктору отдать опять почему бы и нет. Даймонд Прокс сейчас идет. И, по-моему, сейчас Рик Сай в курсе. Даймонд Прокс встал. Два на два нас может ждать, которые могут Гамбиты и не выиграть. Еще один Витал. Стажера могли бы быть проблемы, если бы Сибой сыграл чуть побыстрее. Чуть-чуть Сибой не успел. Если бы он подошел пораньше, либо было где-нибудь в районе Т1. Если бы он подошел чуть пораньше, у него были бы проблемы, потому что Даймонд Прокс стоял и ждал его. Поэтому тут такое, знаешь... Представляете, еще есть три зелья, поэтому перестоять такую линию стажеру крайне сложно. Но вот то, что Даймонд Прокс помог допушить стажера, это очень приятно. Иначе он бы просто не смог это сделать, а Акали бы его просто убило. И он может сохранить свой телепорт, если захочешь. Преимущество Акали в том, что, кстати, если ты теряешь, там, там, 60%, ну, там, допустим, 40% здоровья, дальше середины линии ты заходить не можешь. Она просто идет в тебя all-in и чезит до вышки, и ты там либо теряешь скачок, это в лучшем случае. Но это до шестого же ты имеешься. Не-не-не, прямо на таких лвелах. Тем более, если ты прям агрессивно автотачку заходишь подойти дать, потому что ты милишник, там ты уже никуда не уйдешь. Там одна марка сбил, и все, потом со скачка она спокойно может играть. Акали на ранней стадии очень тоже сильная. Даже помню времена старые, когда вот до этих всяких реворков и бафов Акали, там тот же Алексич умирал на лвел 1 на Малфите против Акали. Для меня Акали всегда был чемпионом загадкой. То есть, знаешь, у каждого игрока, я думаю, есть тот чемпион, против которого ты просто не знаешь вообще, что против него делать, потому что пытаешься его убить, он тебя убивает все еще хуже. Терпишь, даже ты дождешься момента, пока она все равно тебя убьет, потому что Акали, она... Оп, Эдвард, зачем это сейчас? Сейчас очень много урона паута, а с трапа пошла? Ну, это... Или живой Эдвард, который, ну, даже не попытался поддоджить или... Кстати, да, подшажка вообще не был, потому что пачка крипов. Там просто смысл в том, что когда ты идешь вдоль стены, там подшажок не сделаешь. У тебя подшажок только в одну сторону. Нет, там подшажка крипов справа была, можно было просто за них зайти, и все. Поэтому надо было просто идти правее, и под додж можно было тогда бы в любую сторону сделать. У Эдварда было чем отпиться, это не проблема в любом случае. Либо просто помансить. Но это такое уже. Поток нет, самое обидное в этом. Он на половине здоровья стоит, еще один такой байдинг, и все. Можно и на базу отлететь, а отдавать киллой Кейтлин Моргани линии вообще не хочется. Экокиру начинает перефармливать, сказывается телепорт. А даймонд прокса совершенно нет. Добил, хорошо. И, кстати, есть этап у Вейвиктис тоже ненадежной инициации здесь, по сути, только у Риксай одна должна подкоп давать. Либо байдинг от Моргана, они здесь должны именно играть от позиции. Либо все линии должны по чуть-чуть выиграть, и каждая свою линию будет давить. Так, всего и приходит на топ, и это, по-моему, первое. Стажер здесь никуда уже не подчеркнул. Ульту дает. Хотя скачка нет у Даркс Олеси, поэтому здесь стажер выживает. Неплохо здесь разыграл, замедлил парированием. А ульту он зачем давал по Риксай? Он мувспид получил пассивку с пассивки как раз-таки. А, да-да-да. Дополнительно я себя ускорил. Вот, кстати, я не понимаю никогда таких ситуаций, когда АТ-шник пытается задоджить хук. Когда на нем висит черный щит. Нет, когда Моргана рядом стоит, ты рассчитываешь на это, значит... Там, понимаешь, я думаю, там в чем суть. Просто можно было дать четче сетку. Ой-ой-ой, Блазнь сейчас получает очень больно тоже. И сейчас может отъехать исцеление. Спиннеры крутятся и ботлейны мутятся, как говорится, в пользу Вейвиктис Еспорт. Очень здорово все получается. Ранний, прям очень ранний телепорт. Нужно было подождать. Пачка, тем более, не особо большая. Ее можно было попробовать... Если бы тотем был глубокий на линии какой-нибудь. Вообще не очень, даже совершенно неудачный телепорт. Сейчас, по-моему, стажер на топе может и заставить потерять противника много фарма. Он как раз там у линии стоит очень приятно для него. Поэтому он должен даже и не пушить очень жестко ее может. Хотя Акали все еще на боте. Нужно Акали отсылать обратно на топ. Дракона не стоит на него время тратить, это облачный. Он вообще Акали никакого преимущества не даст. Стажер фризит? Нет. Да? Нет? Подфриживает немного? Подфриживает, да? Хотя... Да-да-да, нормально он поставил линию. Но она будет все равно со временем пушиться в сторону Акали. Но это будет не скоро. И Акали пока просто подфармила на боте варды. Можно с Олесей все-таки? Ну я не знаю, просто такой невразумительный телепорт. Очень странный, когда он прилетел на бот. Мог бы сразу вернуться на базу и уже бы на топе был. А в итоге простоял, прогулялся, вообще никакого давления не создал. Не хватает только еще сейчас умереть и без телепорта вообще потерять еще вот эту всю кассу. И дать Стажеру плюс два уровня на этом просто. Это очень плохая идея. Стажер, кстати, с определения магии чуть собрал. Но один из минусов игры против Акали, там что не собирай, ей все равно. У него урона очень много. Сейчас втроем выдвигаются на верхнюю линию. Сибой не здесь вообще. Акали пока соло и скачка у нее нет. Еслужа и сейчас она ее даст. Тотемов там тоже особо много не подставил бы с Олеси. У Эйдварда есть скачок и Игнает. О, они же... А, тотем отключен. С Олеси что-то чувствует. Там еще и Кир размещался сюда. Его могут сейчас задавить в четвером вообще спокойно. Не, уже, я думаю, не пойдут. Потому что нет информации, где как. Грисон подходит. Это очень рискованно. К тому же Экос с телепортом играет. Здесь сами гамбиты знают, что такое двойной телепорт. Как его можно использовать в защиту. Я вспоминаю игры, где Кир давал к стажеру как раз телепорты важные стратегические. И много раз уже этим гамбиты пользовались. Так что кто-кто, а гамбит знают силу. И, кстати, в обычных таких ситуациях, когда к вам подходит лесник или там саппорт, кто угодно ганкать Акали, тебе нужно навязать Аккрестью, выбить лужи. И только потом уже что-то разыгрывать. Иначе будет очень сложно ее убить. Ну, в Феоре сложно ей за Акали выбить лужу сейчас. На первых уровнях там Солейси развлекалась в Хакмор. Сейчас перестал. Тем более его за это чуть не наказали. Поэтому сейчас он будет, по крайней мере, должен. Чуть-чуть поаккуратнее использовать. Не могу понять, почему Анхоли внезапно, при том, что они очень сильно давили на боте Бластинга и Эдварда, раз за разом попадая биндингами, почему он проигрывает по фарму. 15. Это много. Кейтлин не должна вообще иметь 67 никогда на 10, друзья, сейчас. Это фарм, который остался где-то в 2013 году на Кейт. Плохой лоскейт, плюс очень много паук он сейчас получил. Будет тяжело сейчас на линии стоять и трейдиться. Да, там есть у него кровожадность строительства. Ты так на один хук насядешь, там воспламенение, и все, и домой полетешь. Не надо просто на хук, как говорится, насаживаться, потому что все-таки у тебя моргана. Сибой в этой игре пока как-то пассивно отыграют. Обычно на бот он уже в обычных игроках уже раза два бы точно зашел. А, Дайвент Прокс пару раз бы зашел на топ. Так что у них как бы сбалансированная неагрессия происходит. Разочек встретились, но и то так совсем чуть-чуть. Идет вперед. Бам, зацепил. Сейчас Грисона со скачка играет Эдвард. Эдвард хотел сыграть красиво, но сейчас умрет. Сейчас умрет, но может и Грисона с собой заберет. Грисон погибает тоже. Сейчас можно и раскрыться, а сейчас можно и в армию пульта. И приятная первая. Анхоли. Анхоли пытается в миле подойти, ловушечку бы поставить. Анхоли, что же ты делаешь? И ставится гравитационное поле. Даймонд Прокс сохранил ульту. Появляется Кира. Эку хотят дайвить. У Эки есть скачок. Он дает твихорин тропии. Дайвит Эку. Эка не забирает никого. Какой красивый отыгрыш от Гамбитов. А Эдвард не смог даже сыграть красиво, несмотря на то, что они всех убили. И какой некрасивый отыгрыш от Анхоли. Во-первых, он не доиграл, причем очень жестко. Поймал все четыре хита. И сеткой не смог задолжить. И скачок такой уже тоже был. Очень плохо отыграл в этом моменте Анхоли. Но Вейвиктисы зря времени не теряли. Они забрали Герольда Бездны. Но потеряли очень много золота. Два убийства, телепорт, атак. Телепорт, скачок. Рейсон без ничего остался. То есть очень много кого сейчас можно поймать на карте и поставить на фарм. Далее Джин, Трэш, они и с Варвиком. Они ловят цель или ход. Варвик ульту свою в конце только потратил. Дракон, адуты облачного, это не особо страшно. Вот то, что ферстбат в вышке Джин получает. Которая уже по айтемизации очень сильно вперед выходит. И Анхоли последние две игры, что наешка на Кейтлин. По айтемизации будет настолько жестко позади, что урона он особо вообще наносить не будет. Эдвард хотел круто сыграть. Это вот то, о чем мы говорили. Почему Кейтлин должна тоже доджить? Потому что... Такими делами обычно Ликвид занимается. Я просто не знаю. Эдвард Зэш, он давал такой хук, который Кейтлин на флэш должна была реактить. Или просто... Я в этом сомневаюсь, что если бы Кукли у тебя прям отхолли, он бы отфлэшился от него здесь. Почему просто не подойти и не поставить ловушку сразу же туда? Почему просто, допустим, под вышку не отфлэшиться? Не под вышку не отойти, да. Получить первые трех хита, которые сняли в этом общую сумму. И тут... Но Эке здесь некуда было бежать. Сейчас еще ефка красивая от Киры была, которая, ну, естественно, он не мог не попасть в такой ситуации по Эке, когда он под ультой варвик находится. Ну, там бесшансовая ситуация была. Даже если бы Сибой пришел, их бы здесь двоих уже убили. Изначально, если бы Сибой здесь был, они бы могли в плюс себе разменяться. Кироль появляется на боте. Сейчас будет игра. Ловит Анхоли. Грис, она ошибся. Анхоли еле живой. Может погибнуть, но еле-еле выживает. По Сибой играют. Сибой пытается разменяться на кого-то. Забирает Эдварда с собой, но погибает сразу же. Даймонд Прокс подбирает Кейтлин. Он под рутом. Акали отменяет свой телепорт. Идут вперед Гамбит и Бластинг хочет зацепить. Тут Италия. Играют по Грисону. У него нет уже башни. Это должен быть минус Грисон. Даймонд Прокс гонится за ним. И минус Грисон. Убийство забирает Кира. 3-0-3 сейчас становится Джин. Акали потеряла еще немножко фарма на топе. Акали пока что сделать ничего не может. Она вообще была в районе МИТа. МИТ отпушивала. Непонятно почему она на топе не стоит. И не пытается переигрывать того же стажера на Фиорин. Здесь пока очень жестко отыгрывают Гамбиты. Прям наказывают за все, что можно. Что? Дмитрий. Джин получает уйму убийство. И что покупает? Он покупает уничтожитель. У него 9 стаков снято с уничтожителя. И осталось 91. Ты понимаешь, что это... Это не тот, кто сможет смотреть завтрашний день, но должен это делать, как говорится. Ну и здесь, конечно же, Грисон ошибся тоже. Да, здесь вообще не должны были они подходить. Они не имели права. Они намного слабее. Даже если бы здесь не пришел Варвик, они все равно бы умерли. Поэтому здесь дайв вообще не обоснованный. Не то что дайв, а вообще этот подход с Герольдом. Почему на топе так не попробуют сделать? Той же Фиория, когда она будет одна против двух персонажей Герольда, она отпушивать ничего не сможет. Ее можно задавить вообще легко. И, кстати, может вышку втанковать или та же Фиора. Фиора попробует там разыграть. Пришли на бот, который очень сильно уже проиграл. И камбэк на Товас на Эдвард. Уничтожитель это, конечно, такой прям очень жадный. Жадная покупка. Но, в принципе, в его ситуации можно покупать уже все, что... А почему жадный? Ну, ты тратишь там 450, заработаешь с этого 170. Почему бы и нет? Опять же, лучше такое большое количество золота... На депозит, знаешь, что... Положил банк. Это как медас купить на минуте 20. Это смысл от него. Я не знаю, Дмитрий. О чем ты говоришь? Ульта Толея прилетает сюда. Видимо, какая-то большая тема для Дмитрия была только что, но для Киры эта ульта удачной не оказалась. Кира! Убийство здесь живой. Не дай миньончику по себе стрельнуть, Михаил. Этот миньончик должен был там пару раз стрельнуть, минимум, чтобы добиться... Десят хп осталось в конце. Одной пикаке не хватает, чтобы ульта могла добить Киру. При том, что он там второе, кто в кучу половит. Да, Аймон Прокс использует кару. По вороне. И там вцепляют. Опаньки. Грисон, Грисон, минус Грисон. Блазди 4-3. Посмотри, сколько тотемов в контроле у Гамбитов. Во-первых, на подходе. Потом на красном бафе. Там еще стоит один вар. А тотемов в контроле у Вайвиктистов. По своему лицу вообще никаких нет. И в итоге их просто выдавливается. Ну, я не знаю. Уже второй день подряд мы видим просто, как нижняя линия Вайвиктистов, она не справляется с тем давлением, которое оказывают ботлейны. Причем по-разному, да? Я бы не сказал, что Бластинг с Эдвардом отыграли этот бот идеально. Нет, Бластинг с Эдвардом отыграли, даже, можно сказать, проигрывали по чуть-чуть. Здесь просто Даймонд с фокуса топа на фокус бот очень сильно переключился. И Кира также кучу раз уже смещался. А вот Виктор не поспевает за такими чемпионами. Виктор не поспевает. Сами ребята не очень, как это, могут выстоять. Потому что это тоже, знаешь, ты думаешь, ну, их же вчетвером приходят, убивают. Но смотришь потом, знаешь, как приезжают какие-нибудь корейские команды на чемпионат мира, их там в пятером дайвят, а они отбиваются, они отходят, они знают, как отойти под Т2. Опять же, Вижен нужно хорошее иметь. А здесь пока Вижен под контролем у Габбитов. А Вижен вы не можете поставить, потому что у вас стоит Виктор. А там Варвик с Талией, который намного сильнее 2 на 2. Если вы пойдете там ставить Вижен или зачищать вражеский, вас просто могут подловить и спокойно убить. Та же стена пряхи, и там прилетает Талия, и все, и вас спокойно разыграют. Даже с учетом того, что там у Акали есть телепорт, но это уже такое здесь... Здесь такой момент просто, что Вейвиктис, если подождут еще минут 20... Опять же, лейтгейм Кейтлин, Виктор, Акали этот лейтгейм проиграть не может. То есть это понятно. Такие чемпионы, то, что справа есть, да, Джин жесткий в лейте, Фиора жесткая, но просто драки настолько будет сложно выигрывать. Опа, стажер навязывает агрессию с Олеси. Через лужу пытается выйти, стажер хочет даулейнить с Олеси. Или живой остался, стажер хочет один против двоих сейчас разобраться. Стажер, скачка уже нет, но и с Олеси он отпускает. И вот здесь как-то... Даймонд Прокс бежит, просвечивает, можно сейчас на дайв попробовать. Тут и Моргана, тут и трэш. Даймонда поймали в лужу. О, Панхоли подходит тоже сюда. Фонарий, Даймонд Прокс выходит. Эка дает вихрен на тропии. Цепляют самого Эку. У Эка проблемы. Прилигает Риксай, но в армию ее ультуют. Сибой! Должен погибать! Медус Сибой! Даймонд Прокс выживает. Эка играет со скачка. Даймонд только сейчас погиб. А где-то Талия. Талия подходит тоже сюда, но очень поздно. Уже погибает Джин. Кира остается один против четверых. Ставит здесь свои камни. Камни взрываются. Кира пытается пострелять. Анхоли еле живой. Грисон еле живой. О, Солезь не погибает. Кира какой скачок выловый. Стажер подходит. Дабл килл для Киры. Скиора доедает еще одного. И только Эка остается 11-5 в пользу Гамбит. Несмотря на то, что Байбикте здесь хорошую драку дали, но это все равно в пользу Гамбитов абсолютно. Сейчас опасно. И опасно Эке оставаться здесь. Стажер задайвит вообще не почувствует. Но Лазер хочет дать в рейнжей. Стажер. Не надо прыгать в гравитационное поле. Он хотел именно последний тик поля, когда он дает стан. Париж его не обвернуть и застанить Эку. Это было бы очень красиво и эффектно. Он, по-моему, сильно мимо прошел уже. То есть он там прям, ну, более... Либо слишком рано дал. Да не, не. Там уже секунду как позже, мне кажется, этот момент был. Могло получиться очень эффектно, кстати. И не все Викторы такое ожидают. Они думают, что, возможно, в гравитационное поле нельзя спарировать в тебя обратно. Спарировать? Просто все, что угодно в этой игре, поэтому... И Гамбиты прекрасно здесь драку провели. Несмотря на то, что там много кто умер. Сибой! Воу! Ворует опять! Сибой! Ну, конечно, он круто все это сделал, но, опять же, за Облачного Дракона я даже сейчас не думаю, что... Ну, нет, почему нет? Ну, смотри, а что сейчас... Вопрос в том, что Гамбиты-то за это сделают. Повтор. Очень красивый файт. Да, здесь, во-первых, очень сильно загулял Даймонд Прокс. И здесь его на фонари вытащили. Ну, здесь вся команда Виктис уже подходила. Здесь и Виктор очень много урона раздал. Здесь совсем чуть-чуть не хватило урона Рикса, чтобы добить именно Даймонд Прокса. И он на лей-стиле, на ульте очень жесткое хп свое на регейнер. Но стажер зафейлил здесь репост свой, конечно. И здесь, конечно, прекрасный байдинг от Грисона. И здесь еще Даркс Олеси подошел урон. Вот нельзя, типа, вот этому каменному полю от Али идти вообще нельзя. Да, и Кира здесь, конечно... Он очень больно бьется, оно... В такой местности он, конечно, очень много урона раздал. И здесь Даркс Олеси подцепил. Прям извижно там не было. На предикт, на предикт сыграл Кира. Вот флэш, конечно, такой. Нет, 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 он здесь прям хотел всех добить. Но, кстати, он совсем на грани этого поля был, где только один камень вылетел. Если бы он еще шажок вперед, то, возможно, якобы не успел его добить. Он бы там даблкил сделал и вышел бы сухим из воды вообще здесь. Что было бы совсем круто для него. И Натали пока у него механика очень крутая. Прям очень крутая. Мне кажется, просто угол бы чуть-чуть в другую сторону. И флэшом бы он мог бы двигаться. Ну, то есть, знаешь, это... Ну, все-таки ситуация такая. Не получается кушки Наталии, и просто надо пару игр на люция. Не знаешь, сыграть у него ульта. Те же самые проблемы испытываешь, когда чуть-чуть, знаешь, мимо ульт даешь, и понимаешь просто, знаешь, кушки Наталии, они имеют маленький кулдаун, поэтому разбазариваешь их налево-направо. Просто ситуация такая нервозная была, поэтому здесь... Ну, конечно, конечно. Он и так много сделал из той ситуации, в которой был вообще. Дмитрий, я смотрю сейчас на билд Виктора, и Эко меня отправляет прямиком в четвертый сезон или в пятый на Викторе, когда Морелло на Микон, Лусидиди-ботинок, Телепорт, это все такие очень олдскульные. И, кстати говоря, по-своему классные вещи. Мне нравится, что у нас Викторы все экспериментируют с билдами, потому что... Но я обычно у нас все Личбейн вторым собирают, и я полностью с ним соглашусь. Это как раз-таки немного маны тебе дает, и КДРа 10, а Морелло дает 20, поэтому... И там еще урон очень жесткий, там с той же... Ну, честно говоря, урон не такой жесткий, как с Личбейн, и вообще и близко, и Личбейн, в принципе, все-таки более дамажащий предмет, чем Морелло. Так я про Личбейн как раз и говорю, Морелло просто послабее для меня сейчас будет. Морелло подольше, то есть ты и так долго разгоняешься, да ты вообще супердолго. Причем здесь затягивать, ну, некуда пока. Не, конечно, есть куда, потому что вы очень сильные станете в поздней игре, но вам просто этого не дадут, потому что гамбиты сейчас по карте очень сильно передвигаются, постоянно причем это делают, и, в общем, везде навязывают, а там сетап такой, он уже поверспайки свои получил. Стажера, гидра и куча хп. Бесконечности уже это, да. А вот посмотришь на Анхоле, там даже грани бесконечности пока нет. Ну, разница почти в 3000 сейчас. Правда, по-моему, все команды СНГ разучились играть против Моргана. Я просто смотрю, знаешь, как эти биннинги просто приводят людей в шок. И, кстати, вот зря они сейчас на топе очень долго остаются. Запушить пачку, сместиться сразу на мид. Хотят поймать, хотят поймать. Могут смело обойти и Т2 ловить. А не здесь стоять, потому что здесь трапы, вы уже никуда не пройдете. Максимум вот вейв с тачанкой забирать и уходить сразу. Грисона подвязали, но не забыть. Хотя гамбиты все на топ смещаются. Возможно, здесь будет часы. Таймон Прок здесь хочет сыграть после боя. Кира ставит стену пряхи. Раскрывается Джин. Урона будет очень много. Грисон еле живой. Кира продолжает жить. Все еще есть баньши. Утека. И последний хит от Джина. Неудачный. Фонарем вытягивают. Очень такая... Красивая вылазка Анхоле. Остался на лоу хп. Есть скачок у Джина. И там любой крит может просто... Оп. Стажер задуэлил Солеси в один на один. На фулл хп остался Стажер. Он прокнул метки все с ультимейта, поэтому здесь Дарк Солеси вообще... Луже, видимо, потратил по ошибке. И молоко проиграл. Это сейчас минус Т2 будет на буте. Причем он идет в Личбейн вторым слотом. Это будет ни Жоня, ни релай. Ну, что подделаешь. Тем временем телепорт у Стажера есть. Подвязали Варвика. Но идти нельзя. Оставится гравитационное поле. Идет Вигрина тропия. И Виктор остается без своих заклинаний. А Стажер задавит Т2. Это Т2. Это даже без вариантов. Потому что, ну, а что поделаешь? Не будешь же кого-то смещать, чтобы здесь Драку проиграли. Сами Вейвиктис проиграли. И в патовой ситуации сейчас Вейвиктис. Они с каждой минуты все слабее и слабее становятся. Горбиты все сильнее и сильнее. Наращивают свое преимущество. Идемы становятся все жестче. Грисона подловили. Сейчас могут здесь Бласинг с Эдвардом вдвоем все устроить. Грисон еле живой. И Бласинг его. Нет. Эдвард добивает Игнайтом. И еще время Эдвард вытягивается скачка фонарем. Я, правда, не уверен, что вдвоем они должны были бояться Виктора без ульты. Риксаи, который только Теомат. Но и у Джина еще скачок оставался. Поэтому я с тобой соглашусь. Здесь можно было еще агрессивнее сыграть. И прям попробовать разыграть. Прям до Талава здесь. Даркс Олесия там загулял. Хотел замайнсить. Но лучше уже бежать было наверх, наверное. А, ульты не было у него здесь, да. Ну, бывает. Но здесь без шанса выглядит. И Даркс Олесия пока на... Очень много в ранней стадии он пробегал. Вот эти телепорты ненужные были совершенно на бот, на которых он ничего не получил. Потом на мид он роумил. Непонятно, почему он на топе не пытался задавить. И вот стажеру... Конечно, у Олесии появляется призвание палача. Это очень здорово. Но это не особо поможет. Тебя просто уроном задавит такая фиора уже. Два итема есть полноценные. Поэтому здесь вот теперь такая Акалия, она вообще никак не пугает такую фиору. У Джина сверху к УСС. А, тут еще и Даймон Пропс. Ну, это все. Красивая попытка. Красивая, но... Просто взрывает стажер сейчас. С Олесия? Ну, теперь у Вейвиктис, по сути, уже шансов не остается никаких в игре. Я даже не знаю, что должно случиться, чтобы гамбиты здесь проиграли. Потому что фиору останавливает сейчас просто некому. Ее никто не остановит. Даже если Сибой придет и попытается стажера убить вместе с Даркс Олесией, это не получится. Антфоли пока не наносит урона вообще. Заточка статика и куски грани бесконечности. Но 24-я это вообще неприятно. И они появятся только там... Именно грани бесконечности появятся по минуте через 3. Но, честно говоря, вот если сейчас Вейвиктис все-таки ничего не придумает, то по даймонду нет смысла играть. Он еще много может танковать. Да, у него есть ульта, у него есть флеш. Но ульту выбили, приятно. Там гаргулья была, я не знаю, честно говоря, даймонд-моб, мне кажется. Мне кажется, можно было просто потанковать, он бы потерял еще процентов 10, и потом просто ушел, и ультимейт бы свой сохранил. Он прям очень танковый сейчас. Но откатывается он не очень долго, это тоже небольшая проблема. Просто все равно терять время просто так не особо хватит. Ну вот забирает Т1 последнюю. Гамбиты на верхней линии. Тут просто задаешься вопросом, насколько большой вообще разрыв будет между Гамбитами и всеми остальными, если только вдруг им 19 нас не удивят в матче. Потому что последняя остальность. Сегодня уже удивили разок. Играют в первой половине сезона. Оп, Сибой. Ты не можешь своровать вражеского дракона, если ты умер. Там просто не было варда, поэтому он не знает, как разогнат. Сибой, попытка номер 2, а есть скачок еще. Вновата, прыгну там в 2200 было. Здоровье, даймонд-прокс. Как же он остановил сразу по дракону урон. И дракон мимо. Для Сибой в этот раз Гамбиты его обеспечивают. 8000 преимуществ в пользу Гамбитов. Джин возвращается на базу. Он, по-моему, достакл свой уничтожитель. Это значит, что сейчас с базы у бластинга будет что-то жесткое. Может быть... Целый предмет, возможно, уже... Вот как раз 2000 золота там еще чуть-чуть. И целый предмет можно замутить. Там 2600 стоит любой, так сказать, предмет. У него 2000 в паке. Есть перчатка. Поэтому 200 золотых и все. И у него будет уже любой из атакспид предметов. Это Джин, который с тремя слотами на 25-й. С тремя слотами, куэсэсом. И еще там через пару минут у него откатятся оба заклинания призывателя. Можно идти смело ослаждать любую линию просто. Либо просто барона пойти сделать. Либо барона, да, кстати. Не лучший чемпион для того, чтобы... Оп, там тем временем подставился стажер. С Олеси, с Анхоли. Его разыграли. Странненько как-то. Ульта Тали приехала такая, конечно. Оп, Кира. Пытался своровать красный баф. Не успел. Анхоли забрал для себя. Вообще, если бы выявились чуть посмелее. Да, могли здесь Кира спокойно забирать. Тажакали ваншотает таких свешовых чемпионов. И, кстати, насчет того, что гамбиты должны вокруг барона играть. Я с тобой полностью соглашусь. У них сетап очень жесткий. Тот же трэш, тот же варвик. Это да, но они не особо, понимаешь, у них вот урона по самому барону. Талия, Джин именно пойти на драку. Чтобы кто-то пришел. Ну да, это они могут. Это они могут, конечно. Зацепить все игроки, кроме Фиоры, могут. Вообще спокойно. И Джин может поддержать контролем и замедлением с ультимой. Оп, черный щит. Здесь даймон прокс. Телепорт у Фиоры есть. Акира далеко. И абсолютно... И КСС тут как-то... Что? КСС. Выбылась тюнку поздно очень. Вот это зажал КСС. Зачем? Абсолютно непонятно. Не прохарасили. Сейчас неплохо так воевиктис команду Гамбит. Нужно сейчас быть поаккуратнее. Подцепили Рикса. Акира подходит телепорту. Стажеры есть. Но он подходит и так ногами. Даймонд просто пытался по Солесе сыграть. Абсолютное умение. Все еще у Даймонда остается. Полетит или нет? Солесе. Нет. Зафлэшил сейчас ульту Даймонда. Даймонд включает Гаргулью. Пожил. И подцепили Маргану. Сибой ее закрывает. Грисона взрывают вместе все сейчас Гамбиты. Бегут за Сибоем. Пытаются поймать туннель. Отличное гравитационное поле от Эки. Стажер еле живой. Анхоли выбрасывает Драку. Кира бежит вперед. Минус Кейтлин. И Гамбиты убивают двоих. И Гамбиты здесь прекрасно опять Драку провели. Я не знаю, что происходит. Почему-то на всех игроках Гамбиты появляется метка Кейтлин с ультой постоянно. Войбиты слишком агрессивно перестояли. Т1 забрали. Нужно было отходить. Они, конечно, хотели заинициировать Драку. Там еще Бластинг выходом на поклон. Очень сильно забайтил Даркс Олеси. И в неудобную позицию его поставил. И теперь идут на Дракона Гамбит. Войбит из него. Лепорт есть у Акали. Это опасный барон. Это очень опасный барон. У Гамбитов не то чтобы много, кроме ульты Талии есть. И это ультой бы сейчас перекрыть. А Кейра это и планирует сделать. Ставится абсолютное умение Кейры. Он отсоединяет двух игроков. Отсоединил сейчас Виктора в первую очередь. Убили Акали. Севой выходит. Но Эко может подойти. У него есть вихри на тропе. Эдвард в опасном положении. Рано, рано. Эко оставил гравитационное поле. Нет, и пропустил. Барон для Гамбитов идет. Пытаются подойти боевиктисы. Взрывают Виктора. Эко погибает. 19-6 пользу Гамбит. 10 тысяч преимущества. И опять ситуация очень тяжелая. Слишком опытный коллектив. Таких баронов они отдавать просто так не будут. Даймонд Прокс просто... Става умрет сейчас, мне кажется. Но это просто глупость. Я не знаю. Это просто пошел и умер сейчас. Обвоевиктис. Но немножко так переклинило совсем чуть-чуть. Он хотел, возможно, подкоп парированием вернуть. И застанет Ликса и Сибоя здесь убить. Но... Зачем? Там рядом Анхоли был с Грисломом. Мы только что просто говорили, знаешь, об опыте. Вот это не опытный у Плейбол. Это да. Минус Сибой будет. Очень жесткий бластинг. Две автоатаки еще по Анхоли. Анхоли погибнет. И... Да! Вот так делает бластинг. Даблкил. 12-1-6 Джин. Очень жестко, конечно, у бластинга эта игра пошла. Кира тем временем просто самостоятельно действует по карте. Вывозит самый топовый фарм. 280 за 28. Он здесь и не нужен. Здесь команда и без него справится с этим ингибитором. Одну сторону не забрали. Это пока такая маленькая плата за этого оборона. Но на этом гамбиты не остановятся. И после того же бэка они закупятся и придут. И там уже вообще без шансов будет. С учетом того, что Фиора, во-первых, будет на сайде. Я боюсь просто, что сейчас Джен купит на базе. Давай посмотрим. Может быть готовый ртутный таган? А, нет. Призрачный танцор сверху. Два КССа. Еще появилось. Это у Стажера и у Эдварда. Что же они хотят в Моргану снимать так? Вот этой драки не должно было быть вообще. Воевики зря вообще подрались. И даже вот в этом моменте просто бежать назад на базу. Даже бы потеряли там одного. Разменялись там на одного. Но тут Кира прекрасный. Я не знаю, Кира Натали просто невероятно играет этот матч, если честно. Потому что он... Именно Ешка Тали это самый сложный спелл. И Анхоли все понял. Анхоли не среагировал. Опять же, скачок у него был. Должен был... Нет, не было скачка. Не было? Не было скачку. Сто процентов. По Сибой сейчас играет. Сибой подставился очень сильный. А под бластингом он танковать не сможет. Вообще никак. Легендари бластинг. Раскрывается. Играет у Грисона. Очень много урона сейчас будет проходить. О! Нет, в этом сезоне пока что новых пент не будет. Даймонд чуть по Анхоли не попал, когда Эко зафлэшил. Фонарь. И вышел. Гамбиты готовы заканчивать этот матч. 13 тысяч преимущества. Честно говоря, равной игрой это назвать очень сложно. Вторую группу отряд Эдвард прожимает QSS. Даже нельзя так назвать. Потому что Гамбиты... Полностью игра была под их диктовку. Бои Виктис пока не готовы были, по крайней мере, в этой игре. Отдают инициативу противнику и по драфту, и по отыгрышу по своему. И с Олеси надо находить все-таки свои пики в этом сезоне. Переставать играть вот так, как он делает это в этом сезоне пока что. И 24-7. Гамбит оформляет по итогам двух недель. Счет 6-0. И хоть это и не фигурное катание, но 6-0 это та оценка, которую они заслужили за первые две недели. Прекрасный матч от Гамбитов. И уверенные все-таки 6-0. Им остается матч против М19. Если М19 сыграют так, как они играли сегодня, а Гамбиты продолжат играть в своем стиле, М19 придется не сладко. Гамбиты невероятно круто отыгрывают игру за игрой. Бывают у них погрешности, бывают странные сетапы, но даже ими они выигрывают. И сегодня сетап у них был очень такой интересный. С Фиорой на топе и Стажер продемонстрировал прекрасную игру и все остальные члены команды. А вот в Ивиктис все-таки я бы для них выбирал более чизовые сетапы. Тем более против команд, которые по опыту на голову выше них. Поэтому здесь с Виевиктисом нужно поработать. Будет перед следующей неделей, иначе начнутся проблемки. Тут просто никогда не знаешь вообще, кто у Гамбитов выстрелит. Последние два дня смотришь Кира с Бластингом, постоянно что-то у них не ладится, постоянно не дотягивает. Эту игру смотришь, просто Кира играет от души, даже по-другому не скажешь. Бластинг, ну, Бластинг это джин, который нафиделся и делает все правильно. Позиция у Бластинга постоянно была. Он был с командой, он был там, где нужно, он был расхиженный, расфармленный. Отличный, идеальный стрелок. И голосовать за МВП надо вот именно за Бластинга вот после такой игры. Хотя бы после такой игры, когда он сыграл 12-1. Потому что в прошлом сезоне, когда он и на МФ-ке топовый дэмэдж выдавал, и там по 40 тысяч, по 40, когда у него было, и по 40% урон от всей своей команды. За него никто не голосовал. Все голосовали за паранойю и за других игроков. Ну, Кира очень круто сыграл эту игру, поэтому я думаю, что каждый выбирается свое. Да, если вам все-таки нравится чистая, аккуратная, четкая, да, такая правильная игра. 12-1 куда чище. Бластинг это ваш выбор. Ого, кто-то принес ноутбук, на котором расписываются игроки. Вот это поворот. Может быть, ноутбук, как у Мечер-Мечеря? Возможно. Возможно. При этом, соответственно, Кира был очень таким инициативным мидером, которого мы давненько не видели. То есть именно вот такой отыгрыш со стороны Киры. Кира обычно был игроком, который на линии больше любил постоять, а не вот прям поромить, как Наталию в этой игре. Прямо он слишком много сдвигался с линии. Прямо такого Кира я уже давненько не видел. Шесть пиков. Некоторые из них неудачные, но в основном очень круто. Друзья, это еще не все на сегодня. Нам предстоит потрясающий матч между М19 и Natus Vincere. Так что мы передаем слово в нашу студию аналитика.